7 ноября очередной сход граждан состоялся в Егерухайском сельском поселении. Принять участие в обсуждении поселенческих проблем приехали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, прокурор района Мурат Хакуй, начальник участковых и полномоченных Александр Воронов. С отчетом о проделанной работе за прошедший год выступил глава поселения Руслан Брафтов. В администрации выполняются все возложные обязательства, ведется выдача всех документов согласно утвержденным Урик Масли. Идется прием граждан по всем вопросам, своевременно оказываются все услуги. Перед началом учебного года был проведен капитальный ремонт в фойе, в нашей школе все не могли не заметить. Все эти работы были сделаны при финансовой поддержке Манрукова Руслана, а это около 700 тысяч. Заменена дверь в спортзале, Айтеков Мурат помог ее заменить. Заменены двери в пяти кабинетах начальных классов Меридуков Махарби, выделил на эти цели 200 тысяч рублей. Проведен косметический ремонт всей школы за счет добровольных пожертвований родителей и учителей. Также заменена кровля, столовые в этом нам помог Кашкаповский район, выделил средства на эти цели и оперативно была заменена кровля. В детском саду также Руслан Манруков полностью реконструировал цокольную часть его здания, отремонтировал все входные лестничные части здания. На эти цели тоже было затрачено больше 500 тысяч рублей. Сейчас вы, наверное, все видите, начато строительство забора нового. Ян, в ближайшее время садик приобретет совершенно новый, опрятный вид. Хочу остановиться на садике, там проблема довольно значительная, это замена оконных логов. Они сейчас в аварийном состоянии. Было обращение от администрации к фермерам, ко всем предпринимателям, было оказание пассивной поддержки в этом деле. Отмечу, что первыми откликнулись на эту просьбу прихожане мечети. Также сейчас, на сегодняшний день ведутся работы по реконструкции дороги по улице Советской. Будет вложен асфальт. Эта дорога выбрана не случайно, потому что она ведет к новому кладбищу. Это социально значимый объект. Я думаю, это очень сильный показатель для нашего города. Протяженность этой дороги составляет 1300 метров. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 7 миллионов рублей. До середины декабря этот вид работ должен быть завершен. Также администрацией нашего поселения проводится работа по благоустройству аула. Ежегодно проводятся ремонтные работы гравийных дорог нашего аула. Тяжелой техникой, грейдером. Весной были очень сильные осадки. И мы также провели ремонт водоотводных каналов. Это и по улице Школьной, и по улице Энгельса. Я думаю, проблем в следующем году по этому поводу не должно быть. Молодежь у нас очень бесплоченная, очень такая дружная. По их инициативе в году несколько раз организовываются субботники, мероприятия по очистке кладбища, пастбищ, территории аула. Руслан Брафтов в своем выступлении отметил, что благодаря спонсорской помощи местных представителей в образовательных учреждениях была сделана большая работа. Самое главное мероприятие уходящего года – это текущий ремонт Дома культуры, осуществление которого стало возможным благодаря программе партии «Единая Россия» и софинансировании администрации муниципального образования Кашхабрский район. Огромное внимание уделяется работе с молодежью, регулярно проводятся спортивно- и культурно-массовые мероприятия. В сентябре этого года Азамат Жаримов принял участие в чемпионате России по арм-рестингу и стал чемпионом. Территория Кигюрхайского поселения постепенно благоустраивается, а население живет настоящим и строит планы на будущее. Далее с отчетом выступил участковый уполномоченный Тимур Хапсироков. Кигюрхайского сельского поселения в стекшем периоде 2017 года преступление не зарегистрировано. Далее хочу остановиться на профилактической работе, проводимой на территории сельского поселения. За отчетный период на территории обслуживания было выявлено 8 административных правонарушений, по которым лица их допустившие были привлечены к административной ответственности. Участковыми и уполномоченными было выявлено 7 административных протоколов. Также слово было предоставлено директору общества с ограниченной ответственностью водолей Михаилу Тарасову и имаму мечети Амину Даргушаву. Я являюсь директором ООО «Водолей», которая будет заниматься в ООО «Игоруха» и водоснажением его жителей. На данный момент хочу еще сказать, что там получена лицензия официальная на эту деятельность и согласно подтвержден тариф. Тариф составляет 24,50 копеек на 1 куб. Значит, теперь нам нужно с вами заключить договора. Подводя итог схода, глава района Заур Хамирзов отметил, что главой поселения Русланом Брафтовым был представлен исчерпывающий доклад, в котором он изложил всю работу в поселении и дал положительную оценку. Обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что вновь избранный глава поселения может и имеет желание работать, и жители АООО помогают ему всячески в этом.